Сальвете, Квирите и Милитес, меня зовут Игнатов Олег, я из клуба 9 испанский легион и мы продолжаем нашу серию обзоров римских имперских шлемов. К сожалению, дальше у нас на очереди должны были быть типы имперский-гальский D и E. Но в отечественной реконструкции я не знаю примеров, чтобы кто-то делал эти шлемы. В западной реконструкции есть несколько достойных реконструкций шлема имперского-гальского D, но они крайне немногочисленные. А реконструкции типа E я вообще не знаю в мировой практике, поэтому, к сожалению, мы с вами их пропустим. И следующим типом шлема, которым мы будем обозревать, это шлем имперский-гальский тип F. Показательным для этого типа у Робинсона является шлем-находка из Бизансона. Но, к сожалению, в России я, опять же, не знаю достойной реконструкции шлема из Бизансона, потому что он не такой простой, он считается шлемом опциона, у него довольно богатая отделка. Он встречается в России только в варианте фирмы индийской Дипика, которая выполнила его с очень большими отклонениями от оригинала, поэтому в варианте Дипики мы его рассматривать не будем, хотя я мог принести такой шлем. И для этого, для обзора типа F, я выбрал другой шлем этого типа, находка из Неймегина. Чем характерен этот тип? От типа C, как мы видим, он отличается тем, что у него появляется в первую очередь защита ушей. Защита ушей появляется уже на типе D, но, как я сказал ранее, примеров реконструкции в России этого шлема нет и показать мне вам его не представляется возможным. Для шлема из Неймегина характерны и вообще для шлемов типа F характерны довольно тонкие, изящные, очень хорошо проработанные брови. На затыльник, опять же, является практически перпендикулярным плоскости тыльной части шлема. Я говорил, что на типе C он крутопадающий, что не является характерной частью для шлемов вплоть до самого конца первого века. И нащечники становятся уже совсем нам привычного вида для таких стереотипичных имперских шлемов. Что еще характерно, что на тыльной части, если на типе А, это такие характерные именно для гайских шлемов, очень сильно выпуклые такие борозды, то в дальнейшем они сводятся к такой вот гребенке. И если здесь она еще достаточно выпуклая на этих типах, то в дальнейшем она сведется просто к таким как бы прочеканенным зубилам полоскам, и это будет похоже на обычную гребенку. Периодизация. Периодизация этот шлем характерен для второй четверти середины первого века нашей эры. То есть его датировка это император Клавдий и император Нерон скорее. Ну, возможно, Тиберий еще захватил чуть-чуть Тиберия, Каллигулу, то есть где-то с 25-го по 50-60-е года первого века нашей эры. Это все, что я вам хотел сказать о шлеме имперском галлицком типе F. Любите историю, вступайте в девятый испанский легион и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok